Город просыпается и идет выбрасывать мусор. Вот только ощущение чистоты после этого вряд ли остается. Уже несколько недель барнаулицы наблюдают, как прямо в их дворах растут свалки. Бак забрал, а тут ужас. Диван откидал, попробую забрать. Эта мусорная площадка находится в одном из дворов на Балтийской и так она выглядит уже после приезда мусоровоза. С недавних пор вместо шести баков рекуператор возит здесь только четыре. Все в соответствии с новыми нормативами по обращению с твердокоммунальными отходами. А в этих двух баках получается лишних. Мусор стоит вторую неделю. В июле для Барнаула начал действовать новый норматив по обращению с ТКО. Его понизили и существенно. Если до июля горожанину позволяли накопить в месяц 180 литров отходов, то сейчас для жильцов многоквартирных домов лимит 120 литров, частных 125. На треть меньше. Мы не знаем с чем это связано. Такое снижение произошло. Мы поставлены просто перед фактом. То есть мнение управляющих компаний наверняка никто не спрашивал. В управляющих компаниях Барнаула объясняют, новый норматив не отвечает реальности. Наоборот, каждый год человек производит все больше мусора. Часто это связано с большим объемом упаковочного материала, так что контейнеров не хватало и до понижения. Почему тогда это произошло, мы спросили в Краевом управлении цены тарифов. И оказалось, что таким образом ликвидировали недочеты прошлого. В начале мусорной реформы не было четких данных, кто и сколько отходов образует. Теперь же они есть. В течение 2019 года натурные замеры проводились каждый сезон в соответствии с действующим законодательством в 10 муниципальных образованиях края. Всего было определено 50 категорий отходообразователей. Исследовано 620 объектов накопления. Проведено 17 360 замеров объема и массы отходов на 4 сезона. И пока больше всех изменений на себе ощущают управляющие компании. Для начала им нужно уменьшить количество баков пропорционально понижению норматива. Эти контейнеры мы арендуем. Это затраты. Если у нас будут возить не 4, а 3, то в одном контейнере просто будет что-то гнить, лежать. И, соответственно, я не вижу смысла никакого оставлять. Стоявшие ранее здесь 4 контейнера, они были наполнены полностью, всегда. И сокращение вот сейчас на 25% одного к один контейнер мы убираем, приведет к тому, что все это будет лежать рядом. Елена Нагайцева уже написала письмо в прокуратуру, чтобы норматив перепроверили и готова будет обращаться в суд. Говорит, они с коллегами боятся, что крайними в мусорном коллапсе в итоге станут УК. С точки зрения закона мы несем ответственность за содержание контейнерной площадки. То есть, ну вот теперь у нас, наверное, работа дворника осложнится еще и тем, что мы будем собирать добросовестные жители, понимающие, да, могут посмотреть и не вынести сюда, но остальные будут выносить и ставить. А что людям делать, если им надо выбросить мусор? В квартире есть собственник, но он там не прописан. Получается, он не платит. Кто прописан в доме, и они там уже тариф этот подсчитывают, сколько должно вывезти контейнеров. И вот они вот подсчитывают и вывозят вот так вот. Региональным операторам, управляющим организациям необходимо активизировать работу по определению действительного количества постоянно и временно проживающих в жилых помещениях граждан, выявлению юридических лиц, не имеющих договорных отношений с региональным оператором, заключению с ними договоров и взиманию платы за вывоз отходов. Кстати, вместе с нормативом изменился и тариф. Для жителей многоквартирных домов Барнаула он подешевел на несколько рублей. 54 вместо 60, которые были почти все время мусорной реформы. Тариф в Алтайском крае по-прежнему один из самых низких в стране. И его понижение, по мнению представителей управляющих компаний, ни к чему хорошему не приведет. Цена рассчитана на кубические метры, либо на килограмм мусора. В основном у нас в городе это на кубические метры. Соответственно, конечно, цена снизится, но качество от этого страдает. В конечном итоге мы в любом случае получим либо банкротство региональных операторов, дисбаланс системы, ну и отчасти, возможно, заваленные наши с вами городские территории, где больше объективно отходов. Ну, то есть, либо напряжение городского уже бюджета, который будет вынужден, словно говоря, заниматься вопросом ликвидации несанкционированных свалок. Горожане обращаются с жалобами в УНФ. Там собираются организовать круглый стол со всеми сторонами, либо обращаться в суд и доказывать несостоятельность тарифов и нормативов. По крайней мере, в 2019-м удалось отстоять норматив на воду. Но разбирательства могут затянуться на несколько лет. Есть ли они у Барнаула? Пока мусор на пол накидают, снова подбирают, снова накладывают, и снова все получается то же самое. Все время мусор и мусор и мусор и грязь. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.